Мы продолжаем изучать книгу «Шмот», и сегодня начинаем изучение нового недельного раздела «Трума». И в качестве предисловия к этому разделу имеет смысл почитать предисловие Рамбана, но не к этой главе, а вообще к книге «Шмот». Рамбан там останавливается на связи и на логике строения, каким образом отделяются книги Торы одна от другой. Есть книга «Берешит», и вслед за ней идёт книга «Шмот». С точки зрения повествования, в общем-то, это повествование непрерывное, нет никаких серьёзных перескоков по времени, и вместе с тем книги разделяются. Почему? В чём дело? А затем идёт ещё одно отделение, книга «Шмот» отделяется от книги «Вейкра». Какова логика? Что вошло в книгу «Берешит», что вошло в книгу «Шмот»? Пишет Рамбан так. «Книга «Берешит» повествует о сотворении Вселенной и о создании всего, что её наполняет, а также о событиях жизни наших прадцев, которые проложили путь для своих потомков». То есть, книга «Берешит», мы её называем по первому её слову, «Берешит», в начале. А суть и содержание книги, пожалуй, лучше передаёт её название, которым пользуются почти все переводы. Испокон веков название этой книги давали как генезис, то есть сотворение, создание, возникновение, зарождение. Слово, которое переходило из языка в язык. Значит, суть этой книги – создание, сотворение, возникновение, создание мира, создание человечества, возникновение еврейского народа. Это тоже процесс создания. А что означают все истории про патриархов, про прадцев, про Абрама, Ицхака, Якова, какие-то семейные саги? Нет, 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 семейные саги. Это и есть зарождение, это и есть создание еврейского народа. Ибо, как объяснял Рамбан, принципу Маасея, вот, симан, ба-баним, то есть, те события, которые случаются с прадцами. Это в них, в этих событиях закладывается фундамент того, что произойдет в дальнейшем с целым народом. То есть, здесь возникает, зарождается семя этих событий, а детали этих событий уже произрастут в дальнейшем. То есть, книга говорит о событиях жизни наших прадцев, которые проложили путь для своих потомков, их события, и послужили прообразом в дальнейшем того, что произойдет с потомками. Ведь каждое их действие стало прообразом для событий, которые будут происходить в будущем с сынами Израиля. Ну и после того, как книга сотворения была завершена. Вот эта книга, самая первая книга, суть ее сотворения. В тот момент, когда завершилось сотворение народа Израиля, а завершилось оно именно с того момента, как семья Якова оказалась в Египте, начинается новое повествование. Вот здесь вот проходит граница. О событиях, ставших воплощением тех исходных прообразов. То есть, в первой книге закладываются еще только основы, закладывается фундамент будущих событий. В частности, рассказывается про Авраама, о том, как он во время голода отправляется в Египет, о том, как его там преследуют, о том, как он уходит из Египта вместе с богатыми дарами. Вот это вот Маасеа, деяние отцов, которое служит прообразом тому, что в дальнейшем разовьется. А вот уже, когда все это произрастает, вот здесь начинается уже в книге Шмот. И что представляет собой содержание книги Шмот? Книга Шмот, она посвящена первому изгнанию и избавлению с этого изгнания. Итак, содержание книги Шмот, как ее определяет Рамбан, с одной стороны, это уже воплощение тех прообразов, которые возникли в жизни праотцев, им посвящена книга Бришит, а вот уже конкретное их воплощение, это в книге Шмот. Что же здесь происходит, что же здесь воплощается? Галутви Геула, то есть, изгнание, прообощение и избавление Геула. Но если так, то, по идее, книга Шмот немножко длиннее, чем должна была бы быть, ведь почти половина книги Шмот, начиная с того недельного раздела, который мы сегодня будем изучать, Трума, это книги, которые посвящены заповедям, относящимся к строению мешкана, переносного храма в пустыне и к законам, которые связаны с этим храмом. Вполне естественно было бы предположить, что лучше бы, наверное, было эти главы присоединить к третьей книге Торы, Ваекра. Книга Ваекра занимается законами жертвоприношений в храме. Ну, так вполне естественно было бы, чтобы эти главы о строительстве храма приносного мешкана в пустыне, чтобы они оказались в третьей книге. И тогда третья книга целиком будет посвящена храму, строительству храма, его устройство, жертвоприношения в нём, законы, которые связаны с ним, и всё вроде логично. Почему же всё-таки книга «Шмот» не заканчивается исходом из Египта, хотя её содержание, как говорит Рамбан, это Галут и Геула, изгнание и избавление? Объясняет Рамбан так. Это изгнание не завершилось до тех пор, пока они, то есть сыны Израиля, не вернулись на своё место. Что это значит? Пока они не вернулись на своё место, имеется в виду, что раньше они жили в Эра-С-Исраэль, потом ушли в Египет, и пока они вернулись на своё место, пока ещё продолжается изгнание, но тогда нужно было бы продолжать книгу «Шмот» не только до конца Торы, но ещё и включить ещё половину книги Йошуа. Имеется в виду другое. Имеется в виду, что такое Галут. Галут и Геула – это не только понятие физическое, географическое, изгнание с места, в котором жил, и возвращение снова на это место. Имеется в виду другое. Галут – это состояние отчуждённости, то есть состояние, в котором человек находится не в соответствующем ему состоянии. Он не так должен жить, он не в таком месте должен находиться, он не в таком состоянии должен быть. Ему неподобающая совершенно форма жизни. То есть та форма жизни, в которой еврейский народ должен был жить, она была воплощена в жизни патриархов – Абрама, Ицхака и Якова. А затем начинается деградация. А затем начинается… То есть вместе с тем, что еврейский народ оказался в Египте, он не просто оказался в Египте, но и его образ жизни стал потерпевать серьёзные изменения. В чём это изменение? Социальные изменения. То, что они свободных людей стали рабами, они вовсе не сразу стали рабами, а Галут-то начался сразу. Дело совсем в другом. Дело в том, что та форма жизни, в которой жили пранцы, это жизнь непосредственного и близкого контакта с Творцом мира. Жизнь в постоянном контакте с Богом. И как только этот контакт становится всё более слабым и более слабым, то человек погружается, понятно, в то, что можно назвать темнотой сравнительно, по сравнению с тем светом, в котором он жил раньше. И это то, что происходит с нашими пранцами в Египте. Дальше, 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 глубже, глубже, глубже. Вот это вот потеря того духовного уровня. Очень не люблю пользоваться этими словами «духовный уровень», поскольку они настолько уже затасканы, что с трудом слушаются, но всё-таки здесь невозможно по-другому сказать. То есть тот образ жизни, та форма жизни, тот уровень и содержание жизни, которые были, они утрачиваются. Это и есть Галут. То есть теперь еврейский народ живёт несвойственной для себя жизни, а Геула таким образом не реализуется и не достигается как возвращения до тех пор, пока они вернутся на своё место. Не на своё место географически, а к своему тому образу жизни, который был во времена прадцев. Это то, что объясняет Рамбанк в дальнейшем. Хотя, покинув Египет, они освободились от рабства. То есть вроде бы пробощение кончилось. Но тем не менее они всё ещё считаются изгнанниками, они всё ещё гулили, то есть они всё ещё люди, которые не на своём месте. Потому что они ещё не достигли своей страны и находились в пустыне. Но когда они пришли к горе Синай, в горе Синай они ещё не вернулись обратно в свою страну, вместе с теми. Когда они пришли к горе Синай и построили Мишкан, этот шатёр, откровение, то есть переносной храм, и Всевышний возвратился к ним, то есть его шхина, божественное присутствие, опустилась на них, вот тогда они поднялись на уровень своих прадцев, которые поддерживали сокровенную связь с Творцом и были его колесницей. Колесница – это видение пророка, колесница, то есть это то, что такое колесница. Колесница – это то, на чём хозяин колесницы, на чём он двигается, на чём он переезжает с места на место. Всевышний в этом мире проявляет себя, и вот этот процесс проявления Всевышнего в этом мире и называется в видении пророка. Масэмеркава – колесница. Так вот то, что говорят наши мудрецы, храм, он здесь цитирует, что «а вот Эн-Эн-Амиркава». То есть наши прадцы, они и есть та самая колесница. Иными словами, Всевышний проявлял себя в этом мире через прадцев. Человек, который хотел бы хоть как-нибудь почувствовать контакт со Всевышним, ему нужно было прийти в контакт с нашими прадцами, с Афрамом, с Хакомьяком, потому что через, наблюдая за ними, наблюдая за их жизнью, наблюдая за тем, как они живут, как они мыслят, как они говорят, как они существуют, можно было хоть чуть-чуть почувствовать, хоть чуть-чуть в замочную скважину поглядеть на то, каким образом может жить человек в контакте с Богом. Вот это то, что сказали наши мудрецы, а вот Эн-Эн-Амиркава, то есть наши прадцы, они и есть колесница Всевышнего в мире, то есть он проявляет себя в мире через них, через контакт с ними. Стало быть, только когда был построен мешкан, переносной храм, и в нём ощутима была шхена, в нём ощутим было присутствие, контакт человека, контакт с Богом, вот только тогда и завершилось египетское изгнание. Вот только тогда, хотя еврейский народ ещё находился сорок тридцать девять лет в пустыне, он не вернулся в свою страну. Вместе с тем Галут здесь, уже Галут закончился, ибо еврейский народ вернулся на своё место, то есть к образу жизни своих отцов, к жизни с Богом. Вот поэтому эта книга и завершается рассказом о том, как был построен мешкан и до самой последней главы книги в Шмот, в которой сказано, и наполнила его, мешкан наполнила его слава Бога, то есть присутствие Всевышнего реализовалось в мешкане, тем самым закончилось избавление. Книга Шмот – это книга Галут, Вигела, изгнание и избавление. Стало быть, мы сейчас входим в полосу глав, которые рассказывают повествуют о сооружении мешкана, всё, что с ним связано, и так до конца книги Шмот. После этого предисловия можно уже начать изучение самого текста. Глава 25, первый стих. «И сказал Бог Моше, скажите нам, Израиля, чтобы они взяли мне приношение. У каждого человека, кто того пожелает, берите моё приношение. И вот приношение, которое вы будете принимать от них. Золото, серебро, и медь, и синюю шерсть, и алую, и пурпурную, и лён, и козью шерсть, и красной бараньей кожи, и кожи тахаша, и дерево шитин, масло для светильника, благовония для маслопомазания и для воскурения, ониксы, драгоценные камни, и вставные камни для ифода, и для нагрудника. И пусть построят мне святилище, и я буду обитать среди них». Вот это самая цель, построить святилище, мигдаш, «И тогда я буду обитать среди них». Мишаханти, бетухан. Отсюда два названия того большого проекта, который еврейский народ должен сейчас осуществить. Строительство того, что называется с одной стороны мигдаш, то есть святилище, слово кодэш, или мишкан, от слова лишкон, то есть обитать, пребывать. С одной стороны это святилище, а с другой стороны это, я могу сказать, пребывалище. То есть это место, в котором как бы Всевышний будет пребывать, там будет ощущаться связь с ним. Всё, как я тебе показываю, образец святилища и образцы всей этой утвари, вот так и сделайте. То есть на первой стадии собирайте материалы, материалы я вам сказал, какие собирать, а уже что с ними потом нужно будет делать, и каким образом, какой будет проект, что нужно будет сделать из этих материалов, это я тебе потом покажу, будешь иметь полную картину, и потом лучше будет только это всё сделать. Начну разбирать это уже подробно. Не сказано здесь, давайте мне подношение. Текст, о чём говорит? Нужны средства, нужно собрать. Будем делать храм, всё это очень здорово, надо же какие-то средства, из чего-то нужно делать этот храм. Окей, давайте соберём. Нет здесь призыва к народу. Народ, давайте деньги. Или народ, давайте средства, народ, давайте материалы. Сказано здесь, скажи сынам Израиля, чтобы они взяли мне приношение. Чтобы они взяли. Что имеется в виду? А комментатор, например, Сфорна говорит здесь, что план был таков, что габаим, то есть люди, исполняющие определённые должности в еврейском народе, они будут взимать средства, будут взимать приношения для строительства храма. Пойдут в каждую семью и скажут, пожалуйста, если у вас есть золото или серебро, или может быть шерсть какая-то, сдавайте, сдавайте на храм. Правда, как мы учим в дальнейшем, в реальности так не получилось, потому что в тот момент, когда еврейский народ услышал, что нужно строить храм и нужно собирать на него средства, то сами принесли эти средства, и должностные лица еврейского народа не сумели выполнить эту самую функцию сбора средств и взимания. Тогда был уже вопрос, а что они будут делать, если простой народ принёс достаточно всего того, что нужно было сделать, всего того, что нужно было собрать для того, чтобы построить храм, а что тогда князья, что тогда руководители народа, как им быть, но об этом мы поговорим в дальнейшем, в дальнейшем главу. Так скажи, чтобы они взяли, то есть, кто они, получается, князья, руководители народа, должностные лица, чтобы они взяли мне приношение, взяли мне. Раши тут же останавливается на этих словах и говорит, мы бы эти слова прочитали, а что здесь такого плохого? Всё нормально, скажи, пусть возьмут мне приношение. Раши останавливается. Мне означает во имя моё, что Раши хочет здесь сказать, что ему не нравится. Но в протяжении всего своего комментария Раши последовательно отмечает, что никогда нельзя понимать эти слова, когда Всевышний говорит мне что-то для меня, никогда нельзя их понимать буквально. Ему ничего не нужно, он ни в чём не нуждается. Как же тогда, если я говорю, кому-то прошу, не можешь ли ты сделать мне стакан чая? Потому что мне нужен стакан чая. Хорошая идея. Это мне нужно, я прошу человека, чтобы он сделал мне. Всевышний ему ничего не нужно. И трума, и проножение ему не нуждается. И в этом он не нуждается. Стало быть, слово «мне» нужно понимать в Раши как «ли-лишми», то есть «во имя моё». Иными словами, человек, который делает определенные действия, мотивы этих действий могут быть самые разные. Люди, которые дают знакомые, люди, которые жертвуют деньги, они делают это с самыми разными мотивами. Один делает это потому, что ему неудобно отказать. У него просто, «Ребеномич, повертывайте деньги на синагогу». Жалко, конечно, ужасно. Неудобно отказать. Не умеет человек отказывать. Неудобно. Дал. Другой человек дает для того, чтобы выпендриваться, просто чтобы все знали, какую большую сумму он дал. Третий человек дает для того, чтобы утереть четвертое. Самые разные мотивы. Может быть, мотив, что называется «лишмо», то есть ради самого того действия нужно сделать синагогу, для того, чтобы была синагога, для этого человек и дает. То же самое и здесь. Когда будете давать, когда будете давать средства на строительство мешкана, пожалуйста, делайте это «лишми», делайте это «во имя мое», то есть чтобы это было «лишем шумаем», чтобы это не было для каких-то других целей, чтобы другие мотивы здесь не примешивались. «Авшимшинльфой лирш» объясняет вот эти слова и то, что сказано, то, что мы остановились уже, обратили внимание, что сказано здесь «возьмите», а «не дайте», и то, что сказано мне, объясняет он это несколько иначе, чем «ваши». А именно. Дар не должен преподноситься непосредственно Богу. Это не должно быть, не должен быть дар человека Богу, это исключается. дар каждого отдельного человека должен даваться общине для божественных целей. Как я объяснял с формой. Это не то, что человек принесет свою копеечку и даст Бог. община будет собирать, человек даст общине. Это не будут дары отдельных людей, это будет дар всей общины, всего народа. Это предполагает, что не отдельный человек, а община создаёт институты, предназначенные для божественных целей. и что не для отдельного донора, а для всей общины в целом эти институты и должны учреждаться. Поэтому так и было задумано, что сначала руководители народа будут собирать деньги, им будут переданы деньги, и затем уже на эти деньги, на все народные средства и будет построен храм. Получается, что начало этой главы, его, ее основное содержание этих самых первых стихов это пожертвование. Цдака, здесь была особая цдака, пожертвование на храм. Поэтому обычно комментаторы Даршаним, которые говорили о заповеди цдакии, всегда склонялись к началу этой главы, естественно, но по содержанию больше всего подходит. А Бейталеевы замечает, что не случайно эта глава идет сразу вслед за главой Мишпатим, глава Мишпатим, недельный раздел Мишпатим, который почти целиком посвящен вопросам гражданского права, прежде всего имущественным отношением между людьми. Что Тора хочет здесь подчеркнуть? Что прежде чем ты даешь дзадаку, прежде чем ты жертвуешь на всякие возвышенные цели, прежде всего нужно быть уверенным и позаботиться, что деньги у тебя свои. Отдавать на дзадаку, давать пожертвования на возвышенные цели нужно из своих денег, а не из чужих. Поэтому сначала нужно изучить главу Мишпатим, чтобы знать, что мое, а что чужое. Не присваиваю ли я чужих денег, которые мне на самом деле не полагаются. Если я присваиваю себе чужие деньги, которые мне не полагаются, и из них я делаю приношения на храм или на какие-то другие возвышенные цели, то такое приношение никому не нужно. И мне в том числе. Поэтому сначала Мишпатим прежде всего выяснить, что у нас, что наши деньги это наши деньги, и чужих денег в наших руках нет, все, что наше, это наше по праву, после этого можем отделять уже деньги на пожертвования. Кстати, о самом слове пожертвования. Словно, конечно, нехорошее пожертвование, но трудно найти соответствующий эквивалент в русском языке. Может быть, не пожертвование, приношение. И в этих первых двух стихах это слово трума, оригинал трума, приношение, оно повторяется много раз. Просто там сразу бросается в глаза. И сказал Бог Мурше, скажи сынам Израиля, чтобы они взяли мне приношение. У каждого человека, кто того пожелает, берите мое приношение. А вот приношение, которое вы будете принимать, одни золото, серебро, иметь и так далее, и так далее. Приношение, приношение, приношение. Строго говоря, по правилам литературного языка так не следовало бы писать. Так часто повторяют уже и самое слово. Если это написано, значит, Торо что-то хочет нам здесь сказать. И здесь дополнительная информация. Какая? Говорит Раши. Хазаль, наши наставники, говорят, что здесь трижды употреблено слово приношение, и это не случайно, ибо речь идет о трех разных приношениях. Если мы читаем по тексту, вроде бы есть просто разговор о приношении, а на самом деле здесь есть три разных совершенно по сути и по форме вида приношения. Одно из них – это поголовный налог полшекеля на изготовление подножий для Столбовских. Прежде всего, есть один обязательный налог, он поголовный, каждый человек дает, и дает совершенно одинаковую сумму, не то, что ему хочется, и не то, что ему хочется пожертвовать, не то, что ему хочется преподнести какой-то дар, а твердая сумма. Это полшекеля, то есть, мера серебра, и это серебро использовалось для того, что называется адоним, то есть, это тяжелые подставки. Что представлял собой вообще мешкан? Мешкан – это сборная конструкция. Стены деланы всего из деревянных брусьев, и довольно высоких, а потому тяжелых. А как они будут стоять? Они не были лежачими, они должны были стоять. Так из них составлялась стена. А как они будут лежать? Как они будут стоять? Для того, чтобы они стояли, у них на концах брусьев делалось два выступа, и эти выступы вставлялись в тяжелую металлическую подставку. Вот эти подставки нужно было делать из серебра. Стало быть, для того, чтобы отлить вот эти тяжелые подставки для брусьев, из которых делали стены, для них и собирали серебро с каждого еврея, совершенно четко отмеренное и равное для всех бедные или богатые, равное для всех сумма полшекеля серебра. Это самое первое приношение. Второе, это тоже поголовный налог, снова в полшекеля, но он уже на нужды жертвенника. Из этих средств приобретали скот для общественных жертвоприношений, и этот налог останется на века. То есть, каждый год еврей обязан был выделить полшекеля, принести их в храм. Это деньги шли на бюджет из этих полшекеля, в дальнейшем, на протяжении всего года покупались, покупался эскорт для жертвоприношений в храме. Но если только поголовные налоги сказаны здесь, то почему же Тора говорит, скажите нам Израиля, чтобы они взяли мне приношение у каждого человека, кто того пожелает. Все зависит от его доброй воли, захочет даст, захочет не даст. А здесь пока что мы говорим, Раша говорит здесь только о поголовных налогах, которые обязательно каждый должен давать. Вот третье приношение, вот оно уже необязательное, оно добровольное. Третье это добровольное приношение каждого на нужды возведения святилища. То есть то, о чем сказано дальше, золото, серебро, медь, шерсть и так далее, вот это уже кожа, вот это уже недава, это уже добровольное приношение каждого, кто сколько даст и сколько захочет. Рассмотрев 13 упомянутых здесь материалов, мы видим, что все они нужны были либо для возведения скинии, то есть скиния в переводе на русский язык означает шатер, шатер – вот этот вот разборный храм, либо для изготовления одежд священников. К составу этих материалов мы вернёмся ещё в дальнейшем, а пока я хотел бы ещё раз остановиться на самом значении вот возведения самого Мамешкана. Смысл, как мы сказали, это шхина, цель высказана в 8 стихе «И пусть построит мне святилище, я буду обитать среди них». И посмотрим, что пишет Рамбан здесь. Это, в общем-то, продолжение того, что он написал уже в предисловии к книге «Шмот», мы видим это и в его комментариях к этим стихам. «И пусть построит мне святилище, и я буду обитать среди них». После того, как Всевышний говорил с народом Израиля лицом к лицу, то есть после исхода из Египта последовало главное событие, а именно Синайское откровение, на котором был прямой контакт «По ним или по ним» лицом к лицу со Всевышним, произнеся десять речений. А затем через Муше дополнительно повелел им ряд основных заповедей. То есть следующие главы после главы Итро, есть недельный раздел Итро, в котором рассказывается о Синайском откровении, вслед за этим идет глава Мишпатин, есть там ряд законов, не все законы Торы, но все-таки ряд законов там дается. Вот такой порядок. После этого контакта часть законов, не все. Почему так? В Трамбанг вполне естественная логика, именно так поступают раввины с празелитами, которые приходят для того, чтобы принять еврейство, а именно, когда человек приходит и просит, чтобы его приняли, он хочет стать евреем. Но стать евреем – это не просто означает желание стать евреем, для того, чтобы стать евреем человек должен принять на себя обязательства исполнять законы Торы. А как это реально, законов тоже много – 613 заповедей, которые ветвятся на десятки тысяч законов. В Риталаха ему не рассказывают сразу все законы, ему дают пример законов. С одной стороны, несколько законов строгих, наиболее строгих, и несколько законов, наоборот, лёгких. После того, как он выслушивает эти самые законы, после этого его спрашивают, готов ли он принять на себя исполнение этих законов. И если он принимает на себя это обязательство – соблюдать эти законы, после этого он уже начинает изучение этих законов и их исполнение уже детально. Но для начала, для того, чтобы произошло, что называется, Каббалат Митцвод, принятие на себя обязательства исполнять Митцвод, ему не рассказывают обо всех, ему рассказывают часть законов. Именно так вел себя Всевышний с еврейским народом. Освободив из Египта, он сейчас превращает вчерашних рабов, превращает их в еврейский народ. Это своеобразный киур. Сейчас возникает в пустыне, при сходе из Египта и возникает еврейский народ. Поэтому им даётся после непосредственно этого контакта, лицом к лицу, им даётся ряд основных заповедей. Ибо так поступают раввины с празелитами, которые приходят, чтобы принять еврейство. Народ Израиля обязался делать всё, что ему будет заповедано в дальнейшем через Муше. Рамбан объясняет здесь ту самую известную фразу «наасе венишма», то, что сказал еврейский народ, мы сделаем и выслушаем. Что это значит? Те заповеди, которые нам дали сейчас, ряд основных заповедей, не все, мы уже их знаем. Мы их «наасе», мы их сделаем, даём обязательство их сделать. А что с остальными, заповедей-то будет много, а это выслушаем в дальнейшем, тоже потом будем делать, но пока мы их ещё не знаем. Но прежде всего ещё, прежде чем мы будем выслушивать дальнейшие, прежде всего принимаем обязательство сделать те, которые нам уже сказали, их выполнять. Так происходит и с Гером. Он даёт на основе знаний, которые он получает в самом начале, ему дают примеры этих заповедей, он должен дать обязательство, что он будет выполнять. Те, которые он услышал, выполнять, и те, которые потом ему скажут, тоже будем выполнять, хотя он их ещё и не знает. И вот тогда был заключён союз, сыны Израиля стали его народом, а он их Богом. Как было обусловлено им с самого начала, т.е. это же была цель, вот этот вот союз, при котором еврейский народ становится избранным народом и устанавливается вот такая вот близкая связь со Всевышним, это была цель исхода из Египта. Как сказано было в самом начале, если вы будете служиться Меня и соблюдать Мой союз, то будете Мне избранным из всех народов, и вы будете Мне царством священнослужителей и святым народом. И вот теперь, после того, как всё это реализовалось, Синайское откровение, получение заповедей, принятие обязательства их исполнять и выслушивать остальные, заключение союза, и вот теперь они осветились и стали достойны того, чтобы среди них находилось его святилище, святилище Микдаш, т.е. вещь, которая Мекудаш, она выделена и возвышена. Когда это происходит? Когда еврейский народ, он приподнялся благодаря всем тем стадиям, которые он прошёл, исход из Египта, освобождение от рабства, контакт со Всевышним, принятие на себя обязательств, заключение союза, вот теперь это действительно мешкан, среди них может пребывать его шхина, т.е. здесь есть несколько стадий одна за другую, Синайское откровение, принятие заповедей, заключение союза, мешкан, шхина. Поэтому Всевышний ей велел возвести мешкан, чтобы у него был дом среди них, и там бы он говорил с муше, наставляя сынов Израиля. Т.е. мешкан, по сути дела, это продолжение Синайского откровения. Что такое было Синайское откровение? Контакт со Всевышним лицом к лицу. Есть известный мидраж, который тоже можно связать с тем, что говорит здесь Рамбан. Он даже говорит так, что жил-был один царь, все сказки должны начинаться с того, что жил-был один царь, и у царя, конечно, была дочь принцесса, это тоже обязательная часть. И пришло время выдавать её замуж. Долго зарискал достойных жениха, наконец нашёл как раз, как он искал соответствующего всеми требованиями. Назначили свадьбу, сыграли свадьбу, отпраздновали семь дней пиршества по поводу свадьбы. Ну, нужно разъезжаться. Жених со своей молодой женой, с принцессой, должен уехать. Тогда царь позвал себе жениха и говорит ему, мне очень трудно остаться со своей дочерью, она моя любимая дочь. Но, с другой стороны, удерживать я тебя тоже не могу, я её вызвал замуж, она теперь твоя жена. Как же мне быть? Давай договоримся так. Вы поезжайте, но в любое место, куда бы вы ни приехали, где бы вы ни были, там сделайте маленькую комнатку для меня, а я поеду за вами. И всегда буду в этой самой маленькой комнатке, всегда буду с вами. Это смысл Мишкана. Тура – принцесса, любимая дочь Всевышнего. Нашёл он ей подходящего жениха, нашёл. Еврейский народ. Для этого пришлось их вводить из Египта. Не всё так было просто. Он нашёлся. Свадьба была сыграна. Свадьба – Синайское откровение. Лицом к лицу. Многие говорят, что та самая гора Синай, которая нависла над Евреями, как лохань, она-то была здесь прообразом хупы. Есть уже свадьба. Что ж теперь? Ну, теперь надо расходиться? Закончится это? Нет. Это то, что просит Всевышний. Сделайте мне маленькую комнатку, я всегда буду тогда с вами. Это и есть Мишкан. Он переносной храм. Он шатёр, который идёт всюду и везде. То есть, та самая близость, которая была достигнута, на Синай, она должна продолжаться. Должна уже продолжаться на другом совершенно уровне. на уровне Мишкан, на уровне святилища, когда Всевышний, пребывая среди еврейского народа, продолжает с ними контакт и, кстати, не забывайте тоже, что продолжается этот контакт через введение новых заповедей, ибо на Синай получили только часть заповедей, только, как пишет Рамбан, ряд основных заповедей. А потом уже в дальнейшем... Здесь мы тоже видим завершение определённого процесса, которое связано снова с вот этими двумя книгами «Берешит» и «Шмот». Хотя Рамбан здесь этого не упоминает, но вещи просто проступают очевидно. Книга «Берешит», с одной стороны, мы сказали, эта книга – это генезис, это создание, возникновение, зарождение, Всевышний творит мир, Всевышний создаёт человечество, Всевышний творит еврейский народ. Это с одной стороны. А с другой стороны, если мы читаем внимательно, главу за главой, по крайней мере, после того, как создан человек, то эта книга не создание, это книга разрушения. Человек, который был создан столь возвышенным, близким к Богу, в райском саду, это человек начинает деградацию. Каждая следующая глава книги «Берешит» – это ещё один шаг. Вниз. Вниз по лестнице, которая, может быть, ведёт вверх, но человечество скатывается вниз. Самый первый шаг человека – человек ослушался Всевышнего, съел запретный плод. Изгнанный из Эдонского сада. Ну, теперь начинается земная история человечества. С чего она начинается? Самое первое историческое событие, которое происходит. Рождаются Кайн и Эвель. Конфликт между Кайн и Эвелем. Убийство. Брат убивает брата. Человечество скатилось ещё на одну ступеньку. Вслед за этим поколение Эноша появляется идолпоклонство. Ещё один. Затем поколение потопа. Появляется воровство, появляется разврат. Одно за другим, одно за другим. Брат наши мудрецы, что, по сути дела, если Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы его шхена была в этом самом нижнем мире, но человечество своими поступками вот этой своей деградацией буквально выталкивало шхену из этого мира. Всевышний всё больше и больше отдалялся от людей, всё больше и больше отдалялся от созданного мира. Так будет мидра, что после того, как из-за греха Адамушкина делилась на первые небеса, первый уровень, из-за греха Кайна, когда Кайна убила Эвеля, на второй, из-за греха поколения Эноша на третьей, поколения потопа на четвёртой, после строителей Вавилонской башни на пятое небо, и после жителей из дома на шестое, и, наконец, египтяне на седьмой. Всё, на седьмом, отсюда это выражение, на седьмом небе. То есть, хена уже на седьмом небе, иными словами, мир погрузился во мрак контакта с Богом. Нет, Всевышний, происходит то, что называется эстерпани, сокрытие лица, когда нет. На что это похоже? Если учитель приходит в класс 1 сентября и видит, что класс, в общем-то, нормальный, но есть несколько учеников, с которыми они проблематичны, с ними нужно серьёзно заниматься. Он серьёзно с ними занимается. Иногда по-хорошему, иногда накажет, иногда из класса не будет, иногда двойку поставит, иногда родителей позовёт. Есть разные способы. Но если учитель зашёл в класс, на него вообще никто не обращает внимания. Ученики учиться не собираются. Они занимаются чёрт знает чем, но только не учают. Что ему остаётся делать? Он всех будет выгонять из класса. Тогда учителю остаётся только, я вас в упор не вижу, делайте что угодно. В конце года на экзамене мы и встретимся, тогда поговорим. А пока это эстерпани, сокрытие лица, я вас в упор не вижу. К этому приходит человечество постепенно шагом за шагом выталкивая шхину из мира, так что погружается во мрак. Это вот момент прихода Авраама в Египет. С Авраама начинается возвращение. Строительство еврейского народа постепенно, постепенно это возвращение контакта с Богом, возвращение шхины в мир. Снова словами мудрецов. С правцев еврейского народа начался обратный ход истории. В заслуга Авраама шхина спустила с седьмого уровня с седьмого неба на шестое. В заслугу Ицхака на пятое, в заслугу Якова на четвёртое. И так до тех пор, пока наконец Моше не спускает шхину на землю. Где это происходит? Вот сейчас это и есть последние главы, последние разделы книги Шмот. Шхина спускается на землю после сотворения. После Синайского откровения, когда строится мешкан, строится храм, и начинается пребывание шхины, контакт. Вот такой вот близкий-близкий контакт, самый близкий, который был лицом к лицу на Синае, и в дальнейшем его продолжение, как говорит Индраш в маленькой комнатке, его продолжение на протяжении многих лет в дальнейшем. здесь, вот это вот возвращение, здесь заканчивается книга Шмот. Если в книге Берешит процесс выталкивания шхины из мира, то в книге Шмот заканчивается процесс возвращения шхины в этот мир. Продолжает Рамбан дальше. Если мы посмотрим дальнейший текст, то после вот этого общего предисловия о необходимости собирать пожертвования приношения Турма на храм, и начинается описание строительства. И начинается оно, на первый взгляд, довольно странно. По идее, сначала нужно было сказать, как нужно построить сам шатёр, а потом уже какая утварь в нём будет. Но начинает Тора не так, а начинает она именно с описания утварей, а именно с арон-акодыш, то есть ковчег, в котором будут скрижали, плиты, на которых написаны десять речений. Почему так? Объясняет Рамбан. Главным местом в шатре Откровения станет ковчег, то, что называется арон, на котором и будет прибывать шхина. Почему именно так? Ибо пребывание шхины каким-то образом будет связано вот с этим конкретным местом. С одной стороны, шхина будет пребывать в храме, а более точно в храме вот там, где арон. Как сказано, я буду являться, Всевышний говорит об этом уже, я буду являться тебе там и буду говорить с тобой и с пространства над крышкой между двумя керувами, которые и на ковчеге свидетельства союза. И вот так я и буду передавать тебе, буду передавать, точнее, через тебя все повеления сынам Израиля. То есть вот этот вот контакт и передача заповедей будет происходить посредством арон, посредством ковчега и с места ковчега. И поскольку ковчег является самым важным, то первым следует повеление сделать именно его и крышку к нему, а уж затем заповеданно изготовить остальную утварь. И тайна шатра откровения заключалась в том, что шхина, которая, та самая шхина, которая пребывала на горе Синай, незримо присутствовала и в этом самом шатре, в Мишкане. С сынами Израиля всегда пребывала та самая слава, которая открылась на горе Синай, и об этом уже говорили, здесь вам надо объяснять тот самый Медраж про короля, который выдал свою любимую дочку замуж за принца, а затем попросил его, чтобы тот сделал ему маленькую комнатку, в которой он всегда будет присутствовать и никогда не расстанется со своей дочерью. То есть, контакт человека с Богом произошел через Тору – это и то самое средство, при котором произошел этот контакт, и благодаря этому, говоря тому, что Тора да на, возможно было сделать Мишкан, в котором Всевышний будет как бы пребывать. Поэтому центральное место в самом Мишкане – это ковчег. Что представляет собой этот ковчег? Это короб, в котором будут положены плиты с написанными на них десятью печеньями, т.е. с выражением с самой, собственно говоря, Торой. Через неё и происходит присутствие Шхины в народе Израиля. Понятно, мы касаемся здесь довольно сложной для понимания темы. Что значит Всевышний пребывает в храме? А в храме ещё более точно он пребывает, как Рамбан здесь пишет, в пространстве над крышкой Арона, в пространстве он где-то пребывает, где-то присутствует. Это одна из первейших проблем, которые возникают при изучении этой главы. И, может быть, для того, чтобы подойти к этому вопросу, прочитаем то, что пишет один из очень известных комментаторов Торы Дуныцхак Абурбанель. Он начинает по своему обыкновению с вопроса. «Почему повеление Бога построить мешкан сопровождается словами «я буду обитать среди них»?» Нам вполне было бы достаточно, если бы нам сказали, что нужно построить мешкан, благодаря которому мы будем ощущать контакт. Нет. «Я буду обитать среди них», словно он материален. Ведь это навевает неправильные и нехорошие мысли. Разве Всевышний материален, чтобы он где-то обитал? Разве он ограничен каким-либо пространством, он ведь, будучи абсолютно нематериальным, вне времени, вне пространства? Это же не соответствует истине, поскольку он не имеет материального тела и не отождествляется с физическими силами. Соответственно, не соотносится с пространством. То есть, пространство и время – это только параметры существования материи. Тот, кто нематериален, вне времени, вне пространства. Почему же Тора настаивает на таких выражениях, которые навевают неправильные мысли? «И буду я пребывать среди них». Ведь он сказал сам Всевышний словами пророка, говорит, «Небо престол мой, а земля подножья ног моих. Что за дом, который вы можете мне построить? И где место покоя моего?» Разве можно построить какой-то дом, в котором Всевышний будет пребывать, покоиться в каком-то месте. Это же ерунда, нонсенс. Так же Ишломо, царь Ишломо после того, как он воздвиг храм, при освящении храма произносит следующие слова. «Ведь небо и небеса небес не могут вместить тебя». А уж тем более этот дом, который я построил. То есть, нет у меня мысли о том, что этот дом, этот храм вместит Всевышний. «Небо и небес не вмещают его вне пространства». Получается, что стихи Торы как бы противоречат другу. Стихи Танаха. Здесь Тора и пророки, они противоречат друг другу. То же самое в отношении в дальнейшем будет заповедь, каким образом строить Арон. И там будет необходимость сделать на крышке его кровим, т.е. изображение двух существ, ангелоподобных, которых Бог повелел выковать над крышкой этого ковчега. Казалось бы, тем самым нарушается заповедь «Не делай себе кумира». И никакого изображения того, того, что наверху и того, что на земле. Нельзя делать никаких изображений. Любой человек, хоть чуть-чуть, хоть немножко слышавший про иудаизмулю, знает, что это одна из основ. Никаких изображений и вдруг здесь святая святых. На крышке ковчега нужно было сделать два изображения. Как же он мог повелеть сделать то, что уже запретил? Уж не говоря о том, что в храме ещё стоял стол с хлебами предложения. Двенадцать караваев хлеба там было. А они зачем? Кто-то собирался их есть. Не, они стояли там целую неделю, после того, как они стояли целую неделю, их выносили, заменяли следующими более свежими. А те, которые стояли неделю, их уже разделяли койлем, а не ели. А для чего они там стояли? Для чего стояла там менура, то есть светильник, семисвечник? Кому-то там было темно, нужно было свет включать. Отвечает Абарбанель, смысл, заложенный Всевышним в заповедь об изготовлении мешка на его детали, заключается в противостоянии идеи о том, что Бог якобы покинул землю, что Его престол в небесах. Объяснить это иначе, чем при помощи символики мы не сможем, а именно храм всем своим существом. И те отрывки Торы, которые говорят о строительстве Мишкана, они выражают определённую мысль, определённый символ. Какую же это мысль? Необходимо противостоять идее о том, что Бог якобы покинул землю и что Его престол на небесах, и сам Он пребывает в бесконечном отдалении от человечества. Т.е. основное большинство людей на земле, которые верят в Бога, для них Бог – это, может быть, тот, кто создал этот мир, но Он невероятно-невероятно далёк. Что уже Всевышний, который создал весь этот мир, всю эту колоссальную вселенную, что ему до человека, у которого не хватает 30 долларов до конца месяца? Он же бесконечно далёк от этого. какое ему дело до того, что человек правду говорит или врёт, что он ест, что он не ест? Вот против этого необходимо было восстать. Необходимо было вот это вот ощущение удалённости от Бога, его необходимо было из голов людей выбить. Но чтобы искоренить это ошибочное верование, Всевышний повелел нам построить Ему святилище, чтобы подчеркнуть, Он пребывает здесь, чтобы Он как бы обитал в нём. Как бы – это не современный сленг русского языка, а как бы имеется в виду «как бы обитал». И чтобы верили, что Бог живой находится среди них, что с ними есть Ашгаха, т.е. высшее привидение, что Всевышний, не находясь здесь, Он воздействует на этот мир, Он вмешивается активно в то, что в нём происходит, и управляет этим миром. В этом и заключается значение слов «Я буду обитать среди сынов Израиля». Нет здесь обитания физического, нет обитания в каком-то пространстве, нет обитания. Есть воздействие, и символ этого воздействия – храм, который так и называется – обиталище, Мишкан, место, в котором Всевышний как бы обитает. Всё это иносказания, эвфемизмы по отношению к шхине – божественному присутствию и его приверженности к ним. Т.е. шхинайными словами – воздействие, управление миром, то, что Всевышний проявляет себя в этом мире, не будучи его частью. В качестве примера всегда привожу писателя, который пишет какой-то роман. Он пишет роман, в нём есть действующие лица, в нём есть определённое пространство, где происходит действие, в нём есть время, в котором происходит действие. Сам писатель не находится ни в этом времени, ни в этом пространстве. Он может писать роман о том, что происходит на Аляске, хотя сам он живёт в Европе или наоборот. Но он воздействует, он вмешивается, он творит эту самую действительность в своём романе, не будучи её частью. Аналогично, Всевышний вне времени, вне пространства, он не часть нашего мира, ни коим образом не часть этого мира, не он в мире, а мир в нём, он полный создатель этого мира, но он в него вмешивается, он его творит, он его изменяет, он им управляет, он проявляет себя в этом мире, не будучи его частью. Вот символическое проявление этого убеждения, о котором мы сейчас говорили, этой истины, оно и проходило через храм. Вот Всевышний среди нас как бы обитает, он как бы присутствует, и мы с ним можем контактировать. В этом идея самого храма, и поэтому Тора не стесняется употреблять такие выражения типа «и буду обитать я среди вас», и т.д. Вот это понятие мешка. По поводу материалов, из которых он был сделан, и Тора о них очень подробно говорит, об этом мы уже будем говорить на следующем занятии. Здесь были вопросы, где сейчас Ковчег Завета, этого никто не знает. По одной версии он оказался в конечном итоге в Риме, стал быть где-нибудь в подвалах Ватикана. по другой версии он где-то спрятан под землей в храмовой горы. Образ Крувеем – плод фантазии ни в коем случае, никакой фантазии, все должно было бы очень четко, только по указаниям, которые были даны. Третий – это уже не вопрос этот. Окей.